Нынешний директор Видновской школы номер 5 Олег Рубцов приступил к своим обязанностям летом 2017 года. Должность директора, она обязывает, да, в первую очередь. К чему обязывает? Ну, во-первых, это ответственность. Ответственность не только за себя, ответственность за всех, кто есть в школе. Олег Рубцов – учитель высшей категории. После окончания Касимовского педагогического училища был художественно-графический факультет Московского гуманитарного университета имени Шолохова. В то время как-то и не думалось о педагогической деятельности, но от работы в детском летнем лагере воспитателем пришло твердое решение стать педагогом. Наверное, все-таки призвание какое-то. То есть, когда ты чувствуешь, что, ну, вот это твое, да, есть такое внутри, когда там подсказывает тебе, да, твое самосознание, что это действительно то, чем тебе нужно заниматься. Обучаясь в аспирантуре, молодым учителем был накоплен большой материал по использованию компьютерной графики в 3D-редакторе. Свои знания он с успехом стал использовать на уроках. Они должны быть, ну, наверное, выстроены таким образом, чтобы вот те средства, которые мы используем на этих уроках, да, в том числе и цифровые, да, какие-то гаджеты, может быть, чтобы ребенок видел это применение на уроке. Инновационные технологии обучения детей получили высокую оценку. Олег Крупцов стал лауреатом премии губернатора Московской области. Еще один проект учителя победил в конкурсе «Наше Подмосковье». На основе коллективного творчества была начата издательская деятельность. Так, ко дню Великой Победы его ученики создали брошюры «Мы – хранители памяти». Цель была какая? Значит, создать иллюстрации и дальше использовать те же самые средства компьютерной графики, создать брошюру, куда поместить рисунки детей. Плюс дети провели исследовательскую работу, то есть они написали какие-то выдержки конкретно по городам, да, что происходило в то время. И, так сказать, получился вот такой проект. Все свои знания и накопленные материалы новый директор мечтает реализовать в образовательном учреждении, которым теперь руководит. Уже закуплено, среди прочего, оборудование для 3D-лаборатории. И в ближайшее время в школе пройдет первый мастер-класс по созданию объемных моделей. Людмила Медведева, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.